Добрый день, уважаемые коллеги! Это, прежде всего, строительство капитализма по реформенный период 60-х-90-х годов XIX века, задача ликвидации безграмотности первые десятилетия советской эпохи, далее, после военной перестройки, я имею в виду после Второй мировой войны, вызванной необходимостью достижения грандиозных планов во второй половине XX века. Сегодня мы также переживаем один из таких этапов, связанный с рядом вызовов глобального, национального и регионального характера. Правда, давая интервью перед этим форумом, представитель Федерального собрания Олег Викторович Морозов сказал, наверное, нам, законодателям, надо уже остановиться и посмотреть, насколько за последние годы было сделано преобразование в системе образования и к чему они привели. Поэтому очень важно проведение вот таких форумов, когда одновременно присутствуют люди, которые могут вносить изменения в существующие законодательные акты и те люди, которые, в общем-то, обязаны по своей сути реализовывать все, что нам иногда вменяется. Я не ошибусь, если скажу, что педагогическое образование является одним из наиболее значимых компонентов целостной образовательной системы любой страны мира, определяя качество и перспективы развития системы образования на всех ее уровнях, от дошкольного до подготовки кадров высшей квалификации. Оставляя без глубокого анализа известные всем вам глобальные вызовы в образовании, связанные с мировой глобализацией, я попытаюсь остановиться на наших национальных и региональных проблемах подготовки учителей в России и на том, как мы пытаемся решать их в стенах Казанского федерального университета. В качестве наиболее актуальных национальных, то есть страновых задач педагогического образования можно выделить следующие. Это повышение вариативности в освоении профессии учителя, привлечение в профессию талантливых выпускников школ. Мы прошли периоды, когда видели, каким образом осуществляются наборы педагогические вузы. И именно с этой проблематикой связана данный мой тезис. Разработка и распространение лучших практик преподавания из вуза в школу и из школы в вуз, что нам дает возможность не потерять связи с практикующими нашими учителями. Это и усиление практической составляющей обучения, повышение фундаментальной, я имею в виду прежде всего предметной подготовки, особенно в области естественных наук. Это и психолого-педагогическая подготовленность к работе с различными категориями детей. Этот вопрос особо актуализируется, когда мы видим, что происходит в различных школах нашей страны, когда есть большие конфликты между учителями, учениками и их родителями. Это и подготовка к разнообразным условиям профессиональной деятельности. Это и обучение новым технологиям, воспитательной работой и социализации детей. Формирование межкультурной компетентности будущих наших учителей. Это и привлечение в профессию, и переподготовка выпускников непедагогических направлений, подготовки имеющих желание работать в школах. Это формирование новых мотивационных механизмов, закрепление будущих педагогов в школах, и повышение материально-технической базы педагогических вузов, которые, к сожалению, достаточно долго находились на периферии образовательной политики. И только совсем недавно многие наши педагогические вузы получили также особый статус, они стали опорными вузами для своих территорий. Региональные проблемы подготовки учителей характерны для, прежде всего, наших национальных республик, субъектов Российской Федерации, для наших иностранных гостей. Я хочу сказать, что у нас разные уровни субъектов Российской Федерации. Есть национальные, то есть там, где компактно проживают люди той или иной национальности. Есть просто субъекты Российской Федерации. Так вот, в национальных многих республиках у нас приняты специальные законы, которые говорят о том, что есть два государственных языка на территории этих субъектов. Это национальный, родной язык, и общегосударственный язык – это русский. Так вот, в этих республиках имеются свои особенности при подготовке учительских кадров. Это и подготовку учителей для преподавания на родном языке, вот, например, на татарском языке, на латмурском, на чувашском, на марийском и других языках. И подготовку многопрофильных учителей для работы в малокомплектных школах. Но в основном на сегодняшний день малокомплектные школы остались у нас на территории небольших поселений. И, в общем-то, требуется учителя совершенно другой квалификации. И под это мы тоже ориентируем свои образовательные программы. Вот как раз на этих пунктах я бы коротко хотел остановить ваше внимание. Безусловно, многие заявленные вызовы педагогического образования, конечно же, нашли отражение в политике и мероприятиях Министерства образования и науки Российской Федерации. И многие здесь присутствуют, а в них знают. Это прежде всего стартовавшим в 2014 году проекты модернизации педагогического образования. Стоит отметить, что в числе активных участников этого проекта был и наш с вами Казанский федеральный университет, разрабатывавший на первом этапе три государственных задания из 23, и на втором этапе один из 8. По оценкам операторов этого проекта, урок его реализации, завершающийся в 2017, то есть в текущем году, позволяет определить широкий спектр задач, решения которых приведет к системному обновлению всех форм педагогического образования. Участие ученых-педагогов нашего университета в модернизационных процессах на федеральном уровне, апробация разработанных программ, кооперация с 15 университетными партнерами, разработка и внедрение новых программ и технологий обучения, организации практик позволило значительно повысить качество подготовки учителей в нашем Казанском университете. Вместе с тем, этот процесс органично наложился на нашу собственную стратегию в этой области, которую мы планомерно реализуем уже с 2011 года. Эта дата стала отправной для подготовки учителей в стенах нашего федерального университета, хотя исторически она началась здесь еще в 1812 году, но была, как я уже говорил, прервана во второй половине XIX века. Включение в состав нашего университета, двух педагогических университетов, превратило нас в один из крупнейших центров подготовки педагогов Российской Федерации. Признаюсь, что в рамках выполнения двух серьезных государственных программ, прежде всего программы развития федерального университета, закрепленного постановлением Российской Федерации, и проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов, так называемого проекта 5-100, проблема интеграции в них педагогических вузов стала для нас непростой задачей. С другой стороны, это поставило новые цели перед этим достаточно крупным сегментом нашего университета и придало импульс для серьезных изменений подготовки учительских кадров. Это и заставило нас искать новые пути организации педагогического образования, модернизации его содержания, что по сути стало ответом на большинство тех вызовов, которые были обозначены мною ранее. Мы попытались максимально использовать не только ресурсы государственных программ, в которых мы принимали и принимаем активное участие, но также преимущества объединения классического и педагогических университетов. Остановлюсь на этом немного подробнее. Важнейшее достижение нашей модернизации, на мой взгляд, заключается в том, что в таком достаточно большом и многопрофильном университете, как наш, где традиционно были сильные естественно научные школы, о многих из них я говорил в своем приветственном слове, педагогика не только не ушла на второй план, что является обычной, к сожалению, иногда практикой, а наоборот стала одним из приоритетов развития университета. Напомню, что на сегодняшний день у нас их четыре. Они также представлены на слайде. В качестве первых результатов реализации наших проектов в рамках проекта «Учитель XXI века» и признанием нашего качественного роста необходимо обозначить вхождение Казанского федерального университета. По итогам 2016 года мировой рейтинг университетов КУЭС предметной области «Едюкейшн» позиций 251-300, а также в определенных сопредельных научных областях, непосредственно связанных с подготовкой учителей. Это и лингвистика позиций 101-150, и английский язык и литература позиций 251-300. Причем в широком круге научных проблем, связанных с образованием. Наша специализация – это именно педагогическое образование. Рейтинги, безусловно, не основная наша цель, хотя и показывают определенное наше продвижение и говорят об определенном признании всего того, что мы делаем в этой области. Главное же в том, что мы смогли запустить реальные механизмы обновления в этой области. Благодаря выбору данного направления в качестве приоритета, а это говорит о том, что на этом направлении были сфокусированы достаточно немалые материальные и общечеловеческие ресурсы, были привлечены и новые ресурсы для развития системы подготовки. Я прежде всего имею в виду ресурсы нашей республики как главного работодателя для наших учителей, были задействованы в разработке наших проектов также известные российские и зарубежные ученые, некоторые из которых сегодня присутствуют здесь, и я за это им особо благодарен. Была улучшена инфраструктура, часть которой вы также сможете увидеть в Институте психологии и образования и в других структурных подразделениях, где реализуются программы педагогического образования. Используя лаборатории и оборудование наших естественно-научных институтов, таких как физика, химия, фундаментальные медицины, биологии и другие, которых просто не может быть специализированных в педагогических вузах, мы создали полноценные условия для фундаментальной подготовки будущих учителей. Знания по педагогическим же и психологическим дисциплинам, технологиям обучения, студенты оттачивают уже в стенах Института психологии и образования. Особое место в нашей концепции занимают методики преподавания предметов, которые преподаются в Центре практических компетенций этого института, где специально созданы новейшие школьные лаборатории и модельные классы по ряду дисциплин, я надеюсь, вы найдете возможность их тоже посмотреть. Например, занятия в Центре практик дошкольного и начального образования интерактивных методик и технологий обучения, основанных на принципе имитационного моделирования ситуации реальной деятельности в сочетании с принципами проблемности и совместной деятельности. Осуществлен переход от традиционных к информационно-коммуникационным и интерактивным методам обучения. Значительная доля занятий со студентами приходится на ведущих учителей и методистов практиков. Это лишь один пример, но подобные подходы мы используем при подготовке учителей практически во всех предметных областях. Наш принцип в том, что студент должен быть вооружен не только теоретическими знаниями, в чем, кстати, заключен изъян их тестирования по единому государственному экзамену, но и необходимыми компетенциями для применения их на практике. Мы надеемся, что наши выпускники сразу же впишутся и адаптируются школьные проблемы, когда они переступят их порог. Изменения коснулись не только содержания, но и организации процесса подготовки учителей. Как вы знаете, мы реализуем сейчас три модели подготовки учителей. Традиционную, распределительную и интегрированную. Так, в нашем филиале в городе Елабуге, который находится буквально в 200 километрах с того места, где мы сейчас с вами находимся, мы по-прежнему реализуем традиционную форму, усилив ее значительными финансовыми вливаниями, направленными прежде всего на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, привлечение перспективных исследователей, оснащение лабораторной базы, обустройства современных учебных корпусов, а также созданием системы внутриуниверситетской мобильности преподавателей. Кстати, большую популярность среди педагогов обрел ежегодный международный фестиваль школьных учителей в Елабуге, который традиционно собирает лучших учителей из различных регионов России, ученых из различных университетов мира. Участие в нем становится фактором профессионального развития педагогов. Как многим уже известно, в Казани мы отошли от традиционной системы и создали педагогические отделения в структуре большинства профильных институтов. То есть каждый профильный институт стал узловым звеном работы с учителями в соответствующей предметной области. На наш взгляд, погружение в предметную среду, когда будущие учителя, физики, например, химики, математики и другие, изучают значительное число учебных дисциплин вместе со студентами классических направлений подготовки. Как уже отмечалось, является фактором получения более высоких предметных компетенций. Следующим важным компонентом подготовки является психолого-педагогическая подготовка, осуществляемая преподавателями института психологии и образования. Сейчас мы начинаем внедрять интегративную модель подготовки учителей, когда на основе гибких учебных планов мы предоставляем возможность бакалаврам классических направлений подготовки после первого или второго года обучения перейти на педагогические профили. Другой путь хождения в учительскую профессию, приобретающий все большую востребованность у наших студентов, это разнообразные программы профессиональной переподготовки для тех, кто обучается на классических профилях. Прием учитывает, причем мы учитываем дефицит учителей по отдельным предметам в нашем регионе, прежде всего это заказ Министерства образования и науки Республики Татарстан. Мы планируем делать последний подход, частичный и на основе онлайн-курсов, в частности на платформе Тунис-юниверситет, заключив специальное соглашение с компанией Apple. В качестве еще одного нововведения текущего учебного года следует выделить Единый Центр Педагогической Магистратуры, задача которого подготовка высококвалифицированных учителей для школ с углубленным научным изучением соответствующих предметов. До недавнего времени, когда мы с вами встречались на предыдущем форуме, мы тогда об этом только еще думали, тогда магистратура была в тех профильных институтах, где и присутствовала бакалаврская подготовка. То есть учителей физики готовил институт физики, и магистратура тоже была закреплена за институтом физики. В этом году мы магистратуру полностью отдали под юрисдикцию, если так можно сказать, института образования и психологии. Таким образом, размеры нашего университета и специфика присоединенных вузов позволила нам создать несколько вариантов вхождения в профессию учителя и поэкспериментировать. Это особенно важно для современной системы школьного образования, нередко испытывающей нехватку педагогических кадров. Задача повышения практикоориентированной подготовки будущих педагогов реализуется с учетом профессионального самообразования и личностного роста, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры выпускников университета. Важной характеристикой данного проекта является его нацеленность на сетевое взаимодействие с реализацией, увеличение доли практической подготовки учителя. Эффективность этой схемы в немалой степени содействует наличие в структуре нашего университета двух собственных общеобразовательных лицеев. Один из них называется именем нашего легендарного ректора, великого математика Николая Ивановича Лобачевского, а другой ориентирован на IT-технологии, которые достаточно бурно сегодня развиваются как в целом мире, так и в нашей республике. Кроме того, наши лицея одновременно являются площадками для апробации новых технологий, разрабатываемых нашими же учеными. Многие лицеи, интернаты сегодня в университетах, где нет подготовки учительских кадров, рассматриваются просто как структурные подразделения, которые готовят хороших, талантливых абитуриентов для себя, для собственного университета. Мы же рассматриваем их в то же время и как площадки для трансфера собственных технологий. На сегодняшний день в университете действует одна из самых, об этом я должен с уверенностью сказать, вариативных и полных систем непрерывного педагогического образования в Российской Федерации, включая детские и малые университеты, специализированные общеобразовательные лицеи, планетарии, образовательное телевидение, которое буквально было создано несколько лет назад, различные детские, летние и зимние школы, Центр повышения квалификации учителей, позволяющие сопровождать их в течение всей профессиональной карьеры с одной стороны и в то же время быть в курсе тех проблем, которые сегодня имеются в школах нашей страны. Доля педагогического образования в нашем университете составляет сегодня порядка 16% от общей численности студентов. Кроме того, ежегодно более 7 тысяч учителей проходит на нашей базе повышения квалификации. Чуть более половины – это заказ республики, а оставшиеся сейчас мы набираем на рынке. Мы относимся, наверное, к числу немногих российских университетов, которые реализуют образовательные программы всех уровней и ведут подготовку учителей по всем предметным областям современной российской школы. Наше продвижение вперед, повышение потенциала педагогического образования, рост репутации университета, повысили конкурс среди абитуриентов, выбирающих педагогические профили. Здесь сказываются и серьезные мероприятия по финансовой и социальной поддержке не только действующих учителей, которые осуществляются в целом по стране и отдельные есть программы нашей республики, но и сегодня осуществляются проекты по поддержке уже студентов, которые намерены остаться в школах республики и здесь продолжить свою работу. Так вот, есть специальные стипендии, их более 200 на сегодняшний день, по поддержке студентов, обучающихся в наших аудиториях. Как следствие этого, средний конкурс по УГНС образование и педагогическая наука превышает сегодня 14 человек на бюджетное место, а средний балл единого государственного экзамена составил в 2016 году 74 единицы. Это свидетельство поступления на педагогические профили лучших выпускников школ, осознанно выбирающих свою будущую профессию. Мы прекрасно осознаем, что, когда я говорю о 74 баллах по ЕГЭ, нужно помнить, что мы все-таки осуществляем достаточно большой прием, потому что есть вузы, которые набирают небольшой контингент, и, возможно, у них этот показатель бывает чуть выше. Но все зависит от массы приема абитуриентов. Мы прекрасно, конечно, осознаем, что педагогу нужно сформировать за время обучения в университете. Стара как мир истинно, что только личность может воспитать личность. Именно поэтому важнейшей составляющей нашей концепции является придание особого статуса воспитанию и социализации будущего учителя, формирование его гражданской и профессиональной идентичности в образовательном пространстве университета. Одним из компонентов этой многогранной проблемы стала подготовка учителя к работе в мультикультурной среде, что особо важно с теми миграционными процессами, которые мы наблюдаем. Отвечая на еще один вызов, связанный с кладом педагогической науки в решении насущных образовательных проблем, отмечу, что мы смогли вовлечь потенциал самого широкого круга научных направлений в исследование и разработки в области образования. Интегрированный подход ученых, представители самых разных дисциплин, начиная с педагогики и завершая медицины, работающих на одну цель в рамках одной команды университета, создал возможность комплексного изучения самого широкого круга образовательных проблем. В качестве примеров можно назвать совместные исследовательские проекты по нейролингвистике, робототехнике, здоровью, сбережению, защите прав детей и многое другое. Консультирование и мониторинг нашей деятельности на сегодняшний день осуществляет Российский учебник, создавший в 2016 году на базе нашего университета Приволжский региональный научный центр Российской академии образования. Это тоже перспективная для нас форма сотрудничества и кооперации научной организации и университета. Мы предоставляем РАО всю нашу инфраструктуру и становимся для нее своеобразной экспериментальной площадкой по разработке и внедрению нового содержания педагогического образования. Мы точно так же предлагаем нашим международным партнерам рассмотреть возможность создания собственных площадок на нашей территории для того, чтобы опробировать те технологии, которые ими разрабатываются для школ, расположенных на территории их стран, хотя у нас есть очень много общих сегодня проблем. Являясь участником проекта 5.100, мы активно привлекаем к своим проектам авторитетных ученых из ведущих российских и зарубежных университетов. Это позволяет нам повысить значимость исследований по анализу передового российского и зарубежного опыта подготовки учителей, новых технологий обучения, образовательных программ. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить профессоров Владимира Валентиновича Лаптева, Юрия Петровича Зинченко, Исаака Давыдовича Фрумина, Владимира Дмитриевича Шадрикова, Иэна Ментера, который только что стоял вот на этой трибуне, Ника Ражби, Контора Головина, Дину Бирман, Мурата Чешанова, Андрея Старчича, Акселя Германа, Маржера Махмана, Мак Махмана и многих других за сотрудничество с нашим университетом. Отвечая на региональные же вызовы, совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан, который выступает, как я уже говорил, нашим основным работодателем, точнее, основным работодателем для наших выпускников, мы создали Координационный совет по педагогическому образованию. В рамках этого взаимодействия нашими учеными и практиками разработана новая модель обучения таких педагогов, которые строятся на принципе профессиональной переподготовки. И суть в том, что обучаясь по основным программам на русском языке, а именно русский язык является государственным языком и, соответственно, на нем проходят все образовательные курсы, студенты, химики, физики и другие, получившие уже базовые знания, параллельно могут усилить свою языковую подготовку, освоить методику преподавания предмета, например, на татарском языке, в том числе работая в качестве стажеров, учителей в татарских школах, гимназиях, городах Казань. У нас достаточно большая проблема, мы языковые, то есть учителей в области культуры, татарского языка и литературы без проблем готовим в стенах нашего университета. Но каким образом готовить учителей, физиков, химиков, математиков, биологов, которые пойдут работать в национальной школе, на сегодняшний день этот вопрос, он в полном объеме в целом не решен. Он вот решается, когда в стенах университета осуществляется подготовка на двух языках одновременно, но вот на родном, татарском языке они проходят практику, и в принципе усиливают знания родного языка при помощи наших филологов и отрабатывают в области физики, например, все занятия с 7 по 11 класс на площадке лицея, которые обучают детей на национальном татарском языке. Потенциал и универсальность Казанского федерального университета позволяет нам успешно решать и проблему подготовки учителей для комплектных сельских школ, где педагог, как правило, должен преподавать несколько близких дисциплин. Многоправильная подготовка учителя достигается у нас за счет варьирования программ, бакалуриата, магистратуры и профессиональной переподготовки. Таковы наши приоритеты и реальные шаги по их практическому воплощению. Я думаю, более глубоко все эти вопросы можно будет обсудить на круглых столах. Безусловно, эта трансформация имеет, конечно же, свои трудности объективного и субъективного характера. Мы прекрасно понимаем, что это достаточно долгосрочный процесс и шаг за шагом меняем ключевые подходы к организации образовательного процесса, его цели, мотивы и содержание. Изменяем позицию и роль вузовского педагога, который становится наставником и тьютером одновременно, модератором и фасилитатором. И в конечном счете прививаем эту идеологию студенту, который затем принесет ее в общеобразовательную школу. Это требует от системы высшего педагогического образования еще более активного использования новых программ и технологий подготовки педагогов. При этом понятно, что нас иногда и критикуют, поскольку мы находимся в постоянном поиске, но конечные результаты говорят, что мы идем по правильному выбранному нами же пути. И в этом огромная помощь наших партнеров, коллег и вот данного форума, где, как я уже говорил, в приветственном слове мы отрабатываем наши позиции, послушаем замечания и пытаемся скорректировать все, что мы делаем, исходя именно из замечаний, советов, сделанных профессиональным сообществом, не столько, как людьми-дилетантами. Ведь у нас сегодня школьное образование, да и в целом система образования не критикует только ленивый. Он иногда забывает просто это делать. А так все дают нам советы. мало кто в конечном итоге отвечает за результативность. Я в то же время убежден, что мы на верном пути и будем всемирно поддерживать и развивать педагогическое образование в стенах нашего Казанского федерального университета, сохраняя лучшие традиции и внедряя инновации в подготовке учителей, так как результаты их деятельности во многом определяют прогресс и успешность модернизации в целом нашего общества. Я буду очень признателен всем участникам данного форума, если в результаты наших дискуссий и обсуждений на форуме мы сможем продвинуться в этом направлении хотя бы на несколько шагов до следующего нашего форума, который, надеюсь, также пройдет на площадке нашего университета уже в следующем году. Спасибо вам большое. Спасибо.